Добрый день! Мы сегодня рассмотрим два сюжета о том, как Астрахань весь 17-й и весь 18-й год оказалась в центре миграции со всех сторон переселений, в том числе и кочевых народов, которые потом становились полукучевыми и оседлыми, а некоторые группы сохраняли и прежний образ жизни. Мурзый и Эмеки. Два моих хороших товарища сподвигли меня подготовить эту статью. Осенью 1987 года Миша Михаил Николаевич Афанасьев, профессор социологии в Москве, сейчас астраханец, сказал, напиши, старик, что-нибудь позитивное, то есть осознанное, основанное на научной фактуре, без больших теоретических обобщений, то, что я и сделал. А в 2006 году Вадим Виндзорович Штрепавлов поручил мне этот текст отработать и отшлифовать, хотя немножко со мной поспорил. Расскажу об этом далее. Это работа о структурах власти, подчинения, о разных группах, разных функциях внутри ногайского сообщества, астраханского региона. Что приятно, это подчеркивает, что большая масса населения нашего региона, она либо ногайского происхождения, либо какого-то смешанного происхождения на ногайской основе и хранит либо ногайский язык, либо его диалекты, либо какие-то переходные смешанные формы. Вообще-то таких, что ли, иерархических, генетических властителей у астраханских ногайцев почти и не было. Карагаши говорили, Мурс у нас нет, они у нас на Кубань ушли. Ну а юртовцы, юртовские ногайцы, в документах иногда юртовские ногайские татары, про себя иногда Нугай Татарлар, вот, пожалуйста, их поселок с 1557-58 года, когда они бежали под защиту астраханского Кремля из большой ногайской орды во время эпидемии, во время бескормицы большими массами. И потом уже после императора Петра I и губернатора Василия Никитича Татищева они разошлись по 11, даже 12 селениям нынешних Приволжского и Наримановского района. У них тоже вот такой власти Мурс, у них тоже не было, но она появилась потом. На реке Яек-Жаек, Урал, в 1619-22 году сплотилась орда Едисан, Джетисан. И как раз ее возглавили потом Тиди Гея в пятом поколении, Мурзы детей, детей Бия Исмаила, Уруса и Дин Мухаммеда, Дин Бая, Тин Бая, или, как в Астрахани говорили, Тим Бая. Но недолго им оставалось спокойно властвовать. Примерно в 1622 год, в 1630 году на них совершили очень такое жесткое и кровопролитное нападение калмыки, которые пришли сначала из Центральной Азии, из Джунгарии, а потом сюда на Волгу, довольно-таки самовольно, хотя и считались подданными русского царя, с Южной Сибири, из-под Омска. И большая группа, если, собственно, юртовцев было где-то 10-12 тысяч человек, то примерно 4000 джетисанцев во главе с Мурзами, Тимбаевыми и Урусовыми присоединились к ним. И юртовцы стали подчиняться этим князьям. Причем, что любопытно, возникали фамилии Урусов, Тимбаев, Дженгуршин, Дженгуршин, Дженгуржин, Емгуршеев, их исторические потомки одного из последних независимых, против русских и России выступал правителей Астраханского ханства. Они как раз и отмечены в юртовских и потом джетисанских. В 1801 году, когда все окончательно осели на землю, они слились, они слились в группах населения. Из 15 табунов, это больших групп населения будущих, 14 сел, поселков, бывшие РУ, родовые группы туда внедрялись как махаля, как кварталы, поэтому иногда сохранили. 4, 5 или 6 табунов как раз и были эдисанскими. Улусом князей Мурс-Урусовых было село Келинчи, а улусом князей Мурс-Тимбаевых была Тулугановка, Кундрауаул. В 1644 году вокруг Астрахани шли очень тяжелые сражения. Это джетисанцы сражались с калмыками. Но и не потом, не очень спокойная была джетисанская жизнь. В 1682 году на Царевой протоке, тут недалеко, как раз за юртовским поселком, на них совершили, представляете, нападение донские казаки. Взяли в плен 500 человек и потеснили Мирзу Али Сатеева сына. Асати – это сын Урусова. И потом этот полон с трудом удалось обратно вернуть. А 1 апреля 7199 года, по новому исчислению 1690 года, два молодых царя, будущий Петр I и Иоанн Алексеевичи, подписали грамоту в девятом поколении потомку Едидея и диссанскому Казыму-Ле-Амурзе, Алиеву сыну, князю Урусову, присвоить дворянское звание и титул российского князя. Но потом все это было пересмотрено к XIX веку. И те, кто принимал христианство, а Урусовы, вы знаете, это знаменитый, так же, как Юсуповы, их дальние родственники российский дворянский род. Кто понимал православие, они оставались в дворянском достоинстве. Но начиная с начала XIX века и до середины, тем, кто мусульманские аристократы со званием Мирза, им дворянское достоинство приходилось с трудом и далеко не всегда успешно отстаивать. Теперь, пожалуй, самое интересное. Житисанцы и диссанцы имели в своем составе подчиненные группы. Значит, первая группа – это была Аксияк, белые кости, Агавары, иначе называемые. Это либо потомки Едидея, Едидеевича Мирза, либо потомки Батыров, которые за свою ратную службу выдвинулись и тоже очень часто руководили табунами. Сама основная группа была Аксияк. Это простые тогда кочевники, которые вокруг Астрахани постепенно, вот с этого 1557 года, становились полукочевниками, а затем, если юртовцы, то с 1750 года, а если диссанцы с 1801 года, начинали переходить на оседлость. Но была и третья группа – подчиненные. Это так называемые эмеки или джемеки. Они кочевали почти при каждом джитисанском… Не кочевали, что я говорю, жили при каждом джитисанском табуне, но они не вели полукочевую жизнь. Они так в Кастау, в зимном становище, сейчас это села вокруг города Астрахани, они так и проживали, так и проживали, снабжая кочевников продовольствием, ну, в частности, зерновыми культурами. Может быть, эм, джем, еда, пища – как раз от этого происходит их название. Джемели-аул – там были джемети кавказского, северокавказского происхождения, и я застал последних представителей, потомков этого населения, потомков этого населения. Мне довелось достать Хасан Сулейманов, мне дедушка рассказал, кучу интересных вещей. И внешность он имел, ну, явно было, что это потомок чеченцев, который был когда-то, пред его взят плен, и среди юртовцев, и среди, ну, тогдашних джитисанцев он был поселен. Но есть такая среди турок, особенно среди турок Балкан, группа Ямаки, Ямаки, которые не могли служить в войсках или отказывались от этого дела, но тогда должны были сдать определенное количество овец, для того, чтобы их сородичи в покое ну, ни в чем не нуждались. Павел Иванович Кёппен, Пауль Кёппен, в статье на немецком языке в 1835 году в Санкт-Петербурге, он пишет определенно, что Ямаки это те люди, которые своим, послушайте, не совсем точно у него, помещикам, князьям, урусам и тембаевам должны доставлять определенный доход. Царское правительство этого не приветствовало, категорически, когда урусовые и тембаевы хотели закрепостить эмеков, а иногда и просто аджетесанцев и юртовцев говорили, что это не походит. И имейте стали покидать своих владителей, а те стали на них жаловаться. Послушайте, пожалуйста, вот такой небольшой фрагмент. По архивам, в 1915-17 году табунная голова, Ага, Абдикерим Ишеев жаловался на то, что 49 эмеков от него убежали. И сообщал он следующее. От колен людей разного рода, приобретенные в давние времена, это значит 16 век, когда еще народ наш не быв во всероссийском подданстве, а еще по междуусодным браням, из разных народов, взятые в плен, как-то лиасгиры, чеченцы и тому подобное. Владели ими наследственно, из рода в род, на точных правах, как бы и российское дворянство, своими крестьянами. Есть тулингьюцы среди казахов. Тумаки, тоже группа смешанного происхождения, жила между Астраханским ханством и Ногайской ордой. На Ногайской основе, но явно были там, наверное, из Средней Азии захвачены представители других народов, в основном тюркских. Каченеры есть среди калмыков, тоже они разного происхождения, а неполнородный и неполноправный. Тогда эти два слова означали примерно одно и то же. Кого мы находим среди имеков? В род Таулы, или, как я ахнул, под сороковыми годами 19 века, горские татары, села Трипратотик, к сожалению, документ не уцелел. А рядом село Кулаковка, Кулакау, Ярлэтюбе, Кул, Акау, Джемене, Трипратока, Аул. Везде вот чувствуется это либо раб, либо бедный, либо подчиненный, либо тот, кто пищей снабжает. название. Из калмыков было довольно-таки много будущих имеков. Из нагайцев Кубани, кто по своей воле бежал в Астрахань, они попадали в зависимость и тоже часто попадали вот такое имечное сословие, они пополняли. Казанские татары то же самое. Вот так и собиралась эта группа, дети и внуки которых уже становились юртовскими нагайцами, но сохраняли память о своем каком-то ином происхождении. Так вот, в 1811 году правительство через Астраханскую казенную палату заявило «Эмечи, государственные крестьяне, Мурзы и Агалар, табунные головы, возмутились». В 1835-33-35 году по 8-й ревизии их тоже записали в государственные крестьяне. Они очень возмутились. И об этом были связаны сложенные песни, об этом есть архивные документы, и об этом я вам немножечко расскажу. Осенью 1983 года в Хеленчах я повстречался с Гумарбеком Исхаковичем Урусовым. Но его отец, казак-мусульманин, был казачьим офицером астраханского войска, и ему из Астрахани пришлось убежать. И он жил в Тесловодске, ныне Туркменбаши, и приехал только, чтобы повидать своих дальних родных. Есть фотографии, где мы с ним вместе на заваленке. Мы с ним посидели и вычислили 21 или 22 поколения его старинного вот этого урусовского рода, урусовского рода, начиная от тукли-баба, баба-тукле с шашлы аже, которые недалеко сравнительно от Келинчей, в общем-то, и похоронены. Он рассказывал, и я нашел подтверждение в архиве, сам он в 15-м колене от Едидея, но его прапрадед в 1840 году, бывший владелец Келинчей, мусалбек урусов, ездил к царю и просил восстановить его в дворянском достоинстве. Давайте зачитаю, как это у него в документе. Цари Иоанн и Петр Алексеевич Мурзе князь Али и его сыну велели писаться князем и грамота служить ему с братьями, детьми и племянниками была дана. Я ему ближний по роду, да, примерно третий, четвертый колени. Но Астраханская казенная палата не приня... Фонд 13 Астраханское губернское правление называется документ «Сведения о зачислении урусовых в княжество». Я переделал скобками вот такими квадратными в княжеское достоинство. Костенная палата, не приняв во внимание деяния предков моих и знатное мое положение, меня определила в состав государственных крестьян. «Прошу либо вернуть дворянское достоинство, либо определить меня с детьми в астраханское казачье войско с тем, чтобы снять с меня все налоги и платежи». А казаки имели такое преимущество. И в итоге было принято решение где-то как раз в 40-м году, может быть, в 42-м году при царе Николае I с тем, чтобы Урусовых, Тембаевых, Джингуршиных и Имгурчеевых поверстать в казаки и дать им возможность занимать унтер-офицерские и офицерские должности в казачьих войсках. Так и договорились. Так что, как видите, троюродный дед его, Батыр Тембаев из Кундрау, из Тулугановки, он тоже служил в казаках, но потом уже в 30-х годах 20-го века он был репрессирован. И его фамилия в книге памяти репрессированных лиц Астраханской области тоже присутствует. С его сыном Бактагали у меня в Кундрау, они жили вне своих сел, они, как правило, уезжали, потому что Тембаевы очень быстро разорились. И в соседнем, сравнительно моем даже родном селе Тумак я зашел к Бактагали и сказал «Здравствуйте, князь!» Он мне сказал «Я не князь, я колхозник». Было очень интересно. Хотя внешне в нем все-таки порода и происхождение Бактагали Батыровича все-таки определенно просматривалось. Я расскажу немножечко позже и о Кундрау и остальных поселках вот такого смешанного происхождения. Как видите, знатность полагалось доказывать и какие-то полномочия престижные и властные тоже бывали не бесспорны. Особенно, если люди кочевали, а потом становились полукочевниками, а из полукочевников приходили в оседлость. Занятно, что люди с фамилией Урусов до сих пор живут на Машейхе, Машайху, место, где много шейхов. А Урусовы, а Тимбаевы, они и в Красноводске, они и в Атырау, они и в поселке Тумак Володарского района. Но об этом еще немножечко поговорим. Традиция не умирает, она живет. Спасибо. Спасибо.